всем привет меня зовут наташа и вы на канале замуж в индию предыдущую ночь мы провели в этом чудесном гостеприимном доме и сейчас вы увидите видео как начиналось наше утро так но сперва я уточню немного вот хозяин дома это муж нашей прити а прити племянница парама good morning русалки ранее уже эти деревенские люди просыпаются рано но я тоже ради вас проснулась в 5 утра чтобы видеть эти кадры а что это пора пойдем посмотрим ближе ребята это какая-то кислятина называется чири но как называют они чири чири это вишня но явно это не вишня по-деревенски вытираем футболку бодрящая такая знаете с утра я сейчас точно проснулась найдем самое главное покажем как вы думаете сколько лет этой женщине еще раз напоминаю это тетя парама она парам стань рядом я услышу ответ 60 лет и волосы какие you not put color волосы посмотрите шикарные ни единой седой волосинки морщин вообще нет отлично выглядит это ничего никакой косметикой не пользуюсь только только купаюсь и сейчас любимый любимый мальчик вы видите еще обратите внимание ребята мальчик два с половиной года с сережками золотыми сережками показать что у него есть золото ну вообще в принципе у индийцев и деревенских такая вот традиция носить серьги неважно кому мальчикам и девочке главное что они есть но идем коровкам идем коровка брат и сестра еще одна сестра здесь и еще один брат всего 9 напоминаю а к тем временем хозяйка дома в прийти что парам закончили доить коров закончили пока я там снимала тем временем ребята подарили подарили коровку я не успела показать вам я думаю что все знают молочко для павана дети дети с утра мы попили кофе кстати очень вкусный а ребенок попьет просто молоко свежевыдоин и . ты улыбашка ты улыбашка а моя деточка еще спит который кстати видите же как индийские дети есть такой шум гам причем уже больше часа как мы на ногах а он нормально спит ребенок привык я не могу спать в такой обстановке как байк дай автор баррайн как а к этой дедушке мы сегодня поедем в гости Это не так, но это не так. Проснулся наш. Сейчас чудо-представление. Ага, давай. Повань. 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 Повань, Артур. Повань, ты готов на такое цирковое представление? Скажи, да? Да, да. Егидия, утамарда. Пушь мне. Специально показываю Прите, что Притя, в принципе, не возражает от такого веселья. Следующий. Тоже не из робкого десятка. Мама немного переживает. Она хочет другого стыла. Притя, для моего мужика, стыль. Лифтинг лица. Все подтянуло. Я разгладилась. Никаких морщин. Очень удачная прическа. Очень удачная прическа. О, хорошо выглядит. Она сделала хорошо. Илла, илла. Притя разобрала ребенка. Вот, друзья, рядом с домом очень близко кафе. Их кафе. Такой вот небольшой у них бизнес. Все, бай! Бай! Что? А брат Притя работает на... где? На ферме? На молочной ферме. Он типа бухгалтера. Так, подъезжаем к дому Парама. Артур говорит, я помню, говорит, эти хоромы. В общем, друзья, Парам живет в частном секторе. В принципе, он живет не в деревне, а в городе. Ну, жил Парама семья. Город называется Типтур. И вот, допустим, до школы пешком идти минут 25. До приличной городской школы. Родители Парама изначально жили в деревне, в глухой деревне. Но для того, чтобы дать детям, трем сыновьям нормальное образование, переехали... Специально переехали сюда. Сначала снимали жилье, а потом со временем накопили денег и построили этот дом. Сейчас в этом доме живет старший брат Парама. Вот это Эшвант и Прити, дети старшего брата. Одна половина принадлежит как бы им, другая половина дома. Там раньше жила мама Парама и папа, но сейчас, к сожалению, только папа, так как мама умерла два года, почти два года назад. Какой час ты идешь в работу? Нет. Еще так рано, ребята, еще восьми нет. Вот это мы ранние птахи, представляете? Кто рано встает, тому Бог дает. Вот уже здесь папа искупался. Еще раз good morning. С легким паром. Так, Эшван идет на работу. На восемь часов. Сейчас подарок будем папе вручать. А ну все, уже парам вручил. Значит, дети, а то, знаете, надо все это, все это, наверное, нужно говорить, чтобы не было комментариев, не было вопросов. Значит, детям мы подарили конфеты, как я уже показывала. Может кто-то не видел эту серию. Мы купили очень много конфет, сладостей, наших матеранских сладостей. Рассказывала, парам для папы купил Рейнкост, костюм от дождя. Очень хороший, удобный. Папа оценил парам? Оценил и лайк? Говорит, очень-очень ему нравится. У парама столько родственников. А если всем дарить дорогие подарки, то, наверное, надо перед поездкой почку продать. Ишвант, вы видите, молодой, симпатичный парень, любитель селфи. Очень нравится селфи. Сейчас ты очень взрослый. Как ты пошел в gym? Нет? Сейчас, да, Ишвант изменился. Такой стал более мужественный. Да, это специально из Матерана. Чик, чико. Чики. Ой, извините. Чики. Велкам. Так, ребята, я хочу вам показать, как индийцы купаются. Индийцы в Южной Индии. То есть, вы, друзья, принимаете по утрам душ, а индийцы ходят, можно сказать, в баню. По-моему, там кто-то плещется, поэтому я покажу чуть позже. Вот видите, там... Так, ладно, там кто-то плещется. Значит, ребята, поэтому, кстати, Парам купается в очень горячей воде. Очень. После того, как искупался, чисто, видите, молится по всем сторонам. Окей. Слушайте, какой классный завтрак. Масала Доса. Вау. Спасибо. Представляете, домашняя Доса. Так, еще вот немножечко комнату покажу. Вот телевизор здесь. И тоже, представьтесь, Паван сюда, естественно, часто приезжает. Вместе со своей мамой. К бабушке, с дедушкой. И для него и здесь тоже повесили качельку. Они, кстати, живут близко. Повезло прийти, выйти замуж и поселиться вообще рядом с родителями. То есть мы на машине минут за семь домчались. Можно при желании пешочком. Так, сейчас точно уже никого здесь нет. И у меня появилась возможность показать вам южно-индийскую душевую комнату. Посередине стоит печь. Растапливается она кокосами, которых здесь пруд-пруди. Вот. Внутри находится вода, наливается холодная. Соответственно, вода нагревается. Помещение тоже становится очень жарко, как в печке. Ну и, собственно, купаешься из ковшика. Кстати, Парам настолько привык, получается, с детства купаться таким вот образом, что даже у нас в Матеране, где есть водонагреватель и все остальное, он устраивает баню. Воду нагревает до такой степени, что потом штукатурка отваливается. Вот. А у Прити дома есть еще плюс. То есть у нее тоже есть такая установка, печь. Ну и плюс к этому еще и есть водонагреватель. Ой, мне сейчас доработают прическу. Парам. Красиво. Все, теперь я готова идти на свидание с коровами и быками. Шучу. Сейчас Эмант повезет нас в деревню, где проживает тетушка. Это очень, как Парам сказал, очень wild village. Вот. И, наверное, у вас возник вопрос, почему же Эмант не работает. Значит, сейчас в магазине Прити. Ну и, в принципе, они могут и вообще не работать. У него очень много земель. Если продать все его земли, можно купить две больших квартиры в городе. Вот. Но сейчас он, естественно, не продает, а сдает в аренду. Ну, в принципе, здесь у всех. Вот у Парама, кстати, тоже есть земли. Практически все здесь наши родственники землевладельцы. Кокосовые. Сейчас, подожди, я закончу. Значит, кокосовые плантации, раги выращивают, рис. Кто что? Ага. А я не знаю. Вы представляете, как интересно? Спрашивает. Спрашивает, что вы хотите? Что вы хотите кушать? Что вам приготовить на вечер? Тетушка говорит, не наедайтесь особо завтраком. Говорит, у меня там дома готовятся, ну, видно, родственники еще готовят козлятину. Мы сейчас завтракали. Она говорит, сильно много не ешьте, много не ешьте. Мы сейчас вот-вот приедем ко мне, и я вас накормлю как следует. Тут, видите, уже спрашивают, что на ужин готовить. Не жизнь, а сказка. Ребята, как приятно. Мне очень приятно здесь находиться. Ну, и с этими людьми тоже я уже как бы давно знакома и чувствую себя комфортно. О, еще и папу тоже с собой берем. То есть, еще раз напоминаю, что мы едем к его сестре, получается. Так, вот видите, папа нарядился. Кстати, в туфлях. И not like you. Парам никогда туфли не надевает даже на важные мероприятия. Вот, ну и сейчас, конечно же, тоже в шлепках. А папа, видите, как нарядился во все белое, во все чистое, выглаженное. И в туфли еще надел. Хотела сказать на хинди отча, но здесь не понимают хинди. Вот мне постоянно, знаете, хочется что-то сказать на хинди. Откуда-то, знаете, всплыли. Даже те слова, которые я никогда в нашей Махараштре не употребляла. Здесь хинди не знают практически. Только люди, которые с высшим образованием в школе особо не преподают. И в техникумах тоже. О, я еще не сказала. Буйволов еще держат. Папа до сих пор держит буйволов. У Прити тоже есть буйволы. Соответственно, они молоко имеют возможность продавать. Масло. Так что люди, в принципе, не богатые, но живут в достатке. И радуются всему тому, что имеют. Масло. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, попросила Айманта остановить машину ради уникальных кадров. Идем быстрее по рам. Посреди дороги говорю, остановись, пожалуйста. Кое-что хочу показать своим зрителям. Ну вот, еще по дороге покажу. Маленький, ты какой сладенький. Ты какой хорошенький. Ты мальчик, ты бычок маленький. Ты бычок хорошенький. Так, ладно. Не это я хотела показать. Вот, ребята. Вы видите, как мужчины, Артур говорит, пахают. Вспахивают. Вспахивают землю. Hi. Namaste. And what is this plant? Бинц. Горох. О, смотрите. Манго. Манго. Супер. Спасибо. Ой, спасибо. Это очень вкусный манго. Промфридж холодненький. Из холодильника. А тетушка с цветами. Очень много здесь, ребята, полезного всего. Это пан. Это какие-то цитрусовые. Типа апельсин. Такое, знаете, серьезное хозяйство. Молодцы, ребята. А дом какой огромный. Ты хочешь погладить, Артур? А он, по-моему, не хочет с животными. Ну, так, конечно, жалко вас. Ребята, а это загон для скота. Как все тоже цивильно здесь. Ну, да, такие зажиточные крестьяне. А это что за... Что это за машина? Для чего это? Плэнтс. А, косилка. Косилка? For cut grass? Нет, это не газона. Ну, в общем, тоже вспахивает землю, я так поняла. Ну, у них там деликатная работа, то, что я сняла на видео. Поэтому они делают вручную. Вот, кстати, вот эта вот женщина ест пан, жует. Жует пан. Нужно увидеть, что у многих индийцев красный рот. Это все от пана. Thank you. Да, все. Bye. Thank you. Идем. Видите, и папа подошел. Мы отошли немножко. Папа там с ними разобщался. Подружился. Деревенские люди все такие. Здесь тоже горох растет. Горох или фасоль. Ребята, опять сделали остановку. Так, как я сюда спущусь? К парам, говорит, выходим, говорит. Что-то такое интересное увидел. Мы все должны обязательно подойти ближе и снять на видео. А я вам пока покажу, какие красоты. Слушайте, а дорога какая. Это просто, ребята, где я нахожусь? Это Индия или Швейцария? Такая красота. Мне хочется все снять для вас. Вот если бы вы такое смотрели, вот просто, да, вот природу снимать, музычку поставить. Я бы хотела здесь пожить месяц. Как здесь классно. Такая природа. Ребята, а климат какой чудесный. То есть сейчас жаркий период вообще, в принципе, в Индии. Здесь настолько комфортно. Но сейчас облака. Сейчас вообще самый солнцепёк, по идее, должен быть. Но комфортно. Вечером вообще прохладно. Тепарам только что подошёл, мне объяснил. Ну, я постараюсь передать информацию, потому что я впервые в жизни такое слышу. Короче говоря, здесь специально как приманку выставляют вот этих вот животных крупных рогатых. А, говорит, близко не подходи. Говорит, а, точно, да, он как-то привязан так, что может сорваться. Короче говоря, вот эти вот животные здесь привязаны в качестве приманки. На них сидят насекомые, типа клещей, может, оводы. И этих насекомых едят птицы. Птица подлетает, начинает съедать этих насекомых. И люди, которые здесь находятся, подкрадываются и хватают этих птиц. А, окей. Я ничего не поняла. Я, наверное, скорее всего, о том, что быть осторожна. Хай, намасте. Так, Парам, говорит, иди сюда, иди. Я пока, честно, не до конца поняла. Хай, намасте. Хинди болте. Хинди болта. 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 Ну, хорошо. Я так поняла, что это ловушка. Ловушка для птиц. Которых они едят, продают. А, то есть ребята, они переживают, что я пожалуюсь, что прикроют эту лавочку. Они думают, может быть, я на ТВ. Не-не-не, представляете, говорят, не хотят. Парам убеждает, мол, да не, все нормально. Ой. Я испугалась. Это меня куст схватил. Ой, Артур, держи крепко телефон. Блогер мой, юный. Слушайте, это вообще чудо. Что это за мероприятие такое? Блогер мой. Слушайте, народ такой разношерстный. Это все одна как община. Там только что видели группу католиков, которые распевают песни. Тут же мы видим, ну как можно сказать, человек, как будто бы только что из лесу вышел. Колоритный мужчина. Очень все разные. И это все, как одна компания. Они как кочевники. Они вообще из Раджастана. Ребята, это очень далеко. Сейчас я покажу, каких птиц они ловят. Что это за птица? Ой, боже мой. Ну, кто знает, напишите. 400 рублей. Одна птица стоит 400 рупий. Индийский птица приходит. Не надо, не надо, Артур, не надо тебе. Друзья, приехали. Посмотрите, какой красивый домик у тетушки. Я парам говорю, ой, какой красивый. Знаете, так удивилась. А он такой, а почему бы и нет, мол, что у меня тетушка весьма обеспеченная женщина. Живет в шикарном доме. И посмотрите, какой красивый вид вокруг. Она живет в саду, в райском саду. Вы согласитесь. Сначала мне парам сказал, что мы едем в дикую, дичайшую деревню. И в итоге я вижу такой райский уголок. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!